С просьбой предоставить единоразовую помощь в размере 5200 латов театр обратился к самоуправлению. С 3 по 20 мая в Реге впервые пройдут дни Даупелского храма Мельпомены. Любое мероприятие требует финансовых вложений. К заявке на материальную помощь депутатский корпус подошел вполне адекватно. Наш театр будет популяризировать город в столице и помочь безусловно надо. Откровенное недоумение вызвало другое. Описание предложений по сотрудничеству между учреждением культуры и Думой за подписью члена правления театра Рита Строды. В качестве благодарности Думе за ожидаемую поддержку предлагается обеспечить возможность публичных речей представителям самоуправления перед каждым спектаклем, приглашение политиков на постановки и прием в национальном театре. Первым на обсуждении был озвучен вопрос законности в преддверии наступающих выборов. Кто и с какой стати будет выступать от имени города на рижской сцене. Второй, не менее важный, этического характера. Деньги на гастроли выделяет город, а не частные лица. Лично считаю этическим нарушением, потому что если мы говорим о театре, то мы, во-первых, должны представить свой театр. И город, Далгопилс, и пиариться политикам в театре – это не место. Тем более сейчас, в мае, когда перед носом выборы. Во-первых, это запрещает закон, а во-вторых, это очень некрасиво. Пиариться может каждый. Значит, мы должны в Риге показать все, что лучше. Работу актеров, какие декорации, насколько мы сильны в театре. Это самое важное. И если город, Далгопилс, и Дума поддерживает театр, это то, чем мы должны и гордиться, и радоваться. Предложения в таком виде сочли неуместным. Символика города и самоуправления в ходе мероприятий вполне логичны. Остальное же вызвало дружное неприятие. А вот все остальное, что там было действительно указано в этой заявке, это вопрос обсуждаемый. Я думаю, просто, наверное, что будет внесена какая-то корректировка, и деньги будут направлены на афиши, на рекламу, на информирование рижской общественности и республиканской общественности. До официального утверждения на заседании Думы положение поручили доработать юристам, чтобы получить приемлемый вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова